Приветствую вас. Я не буду читать вопрос, потому что он, в принципе, об одном, это вопрос задает девушка, говорит о том, что полгода общалась с мужчиной, они постепенно сближались, в том числе и в интимном плане, после чего, собственно, интим случился, они провели какое-то время вместе, мило общались, а потом парень внезапно начал отдаляться и говорить, что ничего не хочет. Девушка пишет, что с ее бывшим, предыдущим молодым человеком, который был несколько лет назад, и после которого она эти несколько лет была одна, было то же самое. Он тоже отдалился, когда они пошли на сближение. Момент здесь такой, что когда дамый мужчина, который в настоящее время волнует автора вопроса, начала отдаляться, она, девушка, предложила ему встречаться просто без обязательств. Вот, значит, он вроде бы сначала согласился, а потом сказал, что не хочет брать грех на душу, ибо все вернется как бумеранг. После чего автор вопроса согласилась, но потом не выдержала, и призналась ему в своих чувствах. Вот, и начала ему говорить, разве он не хочет, как бы, семью и детей. Вот. Автор вопроса спрашивает, как себя вести, правда ли, что у мужчины нет чувств. Автор вопроса спрашивает определенный тип мужчин, вот, что это за мужчины с точки зрения психологии. Просто интересно понять себя глубже. Уважаемый автор вопроса, я хотел бы обратить ваше внимание на два основных момента. Первый. Это то, что вы вроде бы вначале предлагаете отношения без обязательств, а потом говорите про семью и детей. И о чувствах. Это первое. То есть какой-то у вас, на мой взгляд, тут резкий случился переход от одного к другому. Второе. Это то, что мужчина для вас как-то сильно значим. И сильно как-то вы зависимы от того, есть ли у него чувства к вам или нет. Сильно вы зависимы от того, проведете его с ним время, в том числе прогулять, например, в парке или нет. Это первое. С этим нужно разбираться. При консультации с вами непосредственно. Второй момент. Это повторяющаяся модель поведения, то есть сценарий. Когда вы сближаетесь с мужчинами, они от вас отдаляются. Это не типаж мужчин. Это вы выбираете таких мужчин. И связано это с бессознательным страхом близких отношений, который у вас появился, скорее всего, в вашей семье. Иными словами, сознательно вы хотите отношений, а бессознательно их боитесь. Почему? Вероятно, именно потому, что в какой-то степени вы подвержены зависимости от человека, у вас занижена самооценка и не простроены личные границы. То есть вы не совсем понимаете, где я, где ты, где моя ответственность, где твоя. И подсознание вас от этого защищает. Потому что в семье, наверное, вашей был какой-то вот такой негативный опыт. Это не обязательно опыт, лежащий на поверхности. Это может быть и опыт, что называется, скрытый, который вы не замечаете. Поэтому работать здесь нужно именно с доверием себе, потому что очевидно, что вы себе не доверяете, вы пытаетесь опереться на другого человека. Вот. И со сверхзначимостью отношений. Зачем вам вообще отношения? Для чего вообще семья и дети, да, то есть как бы. При том, что одно дело, если человек делает, ну, если человек хочет это. Потому что он, например, к этому готов, он готов как бы отдаваться, он готов вкладывать в это. Ну, и другое дело, если человек этого хочет для того, чтобы заполнить что-то в себе, да, как бы. Ну, вот. Поэтому здесь, если говорить о том, чтобы глубже понять вас, да, лучше понять вас, то я бы сказал, что не глубина понимания себя так важна, как важно найти вот эти вот проблемные аспекты. Да. То есть вот, значит, вот вы пишете, да, что общались с парнем полгода, ему 27, была близость в начале отношений, где-то на второй месяц общения. Потом я уехал по работе. Вот, значит, он нас обнимал, и вот мы планировали встретиться сейчас еще раз, да. Вот. То есть, я думаю, что то, что вы уехали по работе, это тоже не случайно, это вот как раз проявление бессознательного страха отношений. Эээ, серьезных. При том, что я верю, что вам нульно было, я верю, что предпричина была уважительнее у вас уехать. Но, тем не менее, как бы, бессознательно здесь работает страх. Ну, вот. Вот вы, опять же, вы пишете, да, все это время я общался, чувствовалось, что я ему не безразличность. Понимаете, как правило, что вы, опять же, здесь акцент делаете на том, что он безразличный ему, а не на том, что вам. Ну, вот. Далее вы пишете о том, что несколько раз поругались. Вот тоже интересный момент. Ссора. Любая ссора. Иначе механизм ссоры называется, ну, описывается в виде психологической игры скандал. И связан именно, именно с заменой, как бы, близости, заменой прямого выражения чувств. Вот. И связано со страхом близости, как раз таки. Другая сторона скандала заключается в том, что, в общем-то, какие-то определенные чувства, модели поведения, эмоции подавляются, и в ссоре они, как бы, так сказать, спонтанно себя проявляют. Вот. Поэтому необходимо изучить и исследовать причины ваших ссор, да? Тут могут быть и ожидания какие-то, и что-то еще. Вот, значит, после ссора он, как бы, ну, отдаляется от вас, начинает отдаляться, да? Вот. Значит, эм, э, и вот у вас, как бы, э, 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 значит, э, э, значит, э, вот вы пишите, да, что чувства взяли вверх, и я расплакался. Вот это, наверное, самый такой важный момент, что это были за чувства, из-за которых вы расплакались. Да? То есть, вот здесь, как бы, этот вот конфликт, ваш внутренний конфликт, он, как бы, дает о себе знать, знаете? Да. Если,ными словами, если вы хотите просто устраивать серьезные отношения, то, наверное, эм, близость в начале отношений, на второе место общения, после которой, после которой вы сразу уезжаете по работе, это не лучший вариант, да? То есть, это не та модель, которая, вот, вот, прополагает устраивание серьезных отношений с одной стороны. Вот. А с другой стороны, тут тоже важно понимать конфликт. Конфликт, конфликт, вот, и может быть, немножечко сейчас я не в ту сторону иду. Вот. Понимаешь? Знаете? То есть, вот вы записываете, да, что он меня обнимал, мы спали в обнимку, он, там, скучает по мне. То здесь, вот, вы как-то говорите о том, что вас любят. Здесь вы как-то говорите о том, что вас цены. Здесь вы как-то говорите о том, что вас защищают. То есть, получается, что вы нуждаетесь в защите, вы нуждаетесь в любви, вы нуждаетесь в заботе. Это нормально, но здесь у вас это, получается, имеет такую вот сверхвыраженную форму, собственно, что и является проблемой. То есть, вот, то, как вы, значит, вы сказали, что чувства взяли вверх и вы расплакали, то есть очевидно, что какие-то чувства у тебя подавляют, да? Вот, при том, что подавлять чувства, ну, в целом нормально, потому что не всегда уместно какие-то чувства выражать, да? Вот, к примеру, там, у человека случилось какое-то горе или неудача, а вы прочитали всё-то смешное, вот, человек вам, как бы, жалуется, рассказывает, ну, про то, что не произошло, а вы там начинаете смеяться, чувствуете всё-то неуместно. Вот, но мне кажется, что вы, вот, тотально своё чувство подавляете или систематично, вот. Опять же, из-за страха, вот, как бы, раскрываться перед, перед кем-то и особенно раскрываться перед человеком, который для вас, как бы, значит. То есть, здесь, как раз, вот эта самооценка, да, она даётся себе знать, задний день, вот, самооценка. Хорошо, вот. А, то, что вы спрашиваете себя, как себя вести, может, он хочет побыть одному, у меня, действительно, у него были чувства, вот, вы, какие-то аргументы, то есть, вы обчаянно пытаетесь увидеть проявление его чувства, понимаете как, да? Ну, это вот, как раз таки, вот, ну, это созависимое поведение. Ну, то есть, вам бы изучить тему созависимости, возможно, даже любовную зависимость, да, в данном случае. И, соответственно, с этого же начинать индивидуальную работу, вот, хотя я бы лично всё-таки начал бы с, вот, в целом анализа вашего сценарного поведения, гендерного поведения и так далее. Вот, потому что мужчина вполне вероятно уходит именно потому, что ощущает давление, да? То есть, вы выбираете людей довольно импатичных, довольно чувственных, вот, вероятно. И, соответственно, она начинает на них давить, и вот эта чувственность, симпатичность, она, как бы, даёт такой, ну, даёт такой эффект, да, минус. То есть, вот, плюс это то, что вас обнимают и открыто говорят, что скучают и т.д. а минус это то, что мужчина может отдалиться так. Кроме того, судя по тому, как быстро человек от вас начал отдаляться, да, и ровно как первый мужчина тоже отдалялся от вас, вероятно, связь между вами и партнёром недостаточно прочная. То есть да, да, вы можете общаться, можете общаться на нейтральные темы, вы можете иметь интимные отношения, которые вас сближают. Но опять же, что значит вас сближают? Вы можете говорить о том, что меня как бы сблизило с кем-то, то есть я стал человеку там больше доверять, да, почувствовал себя расслабленным, там, допустим, с ним. Но это не значит, что другой человек той самой чувствует. То, что вы говорите как бы за двоих, по сути, вот, и то, что вы так активно пытаетесь понять человека, это всё-таки говорит вам, что вот личные границы у вас не простроены. То есть вы не понимаете, где заканчиваетесь вы, условно, и начинается другой человек. Возможно, вы не понимаете, где надо остановиться и просто позволить человеку быть тест-принять то, что он вам транслирует. Вот это проблема личных границ, повторюсь. Вот с этим как бы и нужно в данном случае разбираться, работать, последовательно, да, выяснять и корректировать, корректировать. Вот. Вот как-то так для начала. То есть это вот такая вот вводная, можно сказать, к вашей дальнейшей работе. Вот. У вас, у вас присутствует механизм интеллектуализации, вот, то есть когда вы пытаетесь, точнее, рационализации, точнее, когда вы пытаетесь объяснить, да, подогнать какие-то вот факты, да, под свои желания. Это механизм защиты, соответственно, скорее всего, при психотерапии у вас будет сопротивление. Вот. То есть это тоже нужно иметь в виду, что вы будете сопротивляться в психотерапии, вероятно. Вот. Так, ну, здесь тоже нужно иметь в виду этот аспект. Ещё кое-что в вашем тексте, а именно место про фантазии, да, ну, как-то вот навело меня на предположение, что вы можете, что называется, идеализировать несколько, да, и человека, и отношения, и там, что-то ещё. Вот. Знаете, как, поэтому это тоже, это тоже нужно обратить внимание, да. Ну, ключевое то, что, то, что вы себе вот, по моим ощущениям, в отношениях не доверяете, не доверяете, не доверяете. И в большей степени зависит от других людей, пытаясь на них опереться, да, и, соответственно, ради этого, вероятно, давя на них. Для этого нужно посмотреть на причины ваших конфликтов с мужчиной. Благо их было несколько. Вот. Как-то так. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Обратная связь нужна, в первую очередь, вам для формирования начального направления для работы индивидуально. Вот. То есть, это число для вас будет формулировано, вот над чем вы хотите погодить, хотите поработать, с чего вы хотите начать. Да. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Продолжение следует... Продолжение следует...